Участок незаконно выставлен под застройку и незаконно заключен договор с застройщиком. В администрацию мы обращались много раз. И вот с июля месяца и по настоящее время нам все время отвечают, что проект застройщика в управлении градостроительства и архитектуры не согласован. То есть, по идее, строить он не имеет права. Но, тем не менее, декларация ему выдана еще 23 июля. У Садыкова по проекту траншея, по которой будет идти канализация, проходит на месте вот этих вековых деревьев. То есть, этот человек абсолютно хладнокровно решил спилить эти деревья и провести здесь канализацию. Приезжал ОАО озеленитель, они сделали проверку по его застроенному плану и они уже отменили ему вот эту вот траншею, которую надо прорывать. Если вы заметили, что в ваших дворах ходят какие-то люди, приехали неизвестные машины, проводят какие-то измерения, не будьте равнодушными, не проходите мимо, потому что это начинается рейдерский захват вашей территории. Последний такой достаточно интересный ответ был получен из администрации президента и из высшего административного суда. То есть, в этой борьбе наметился перелом в сторону общественности. В этой войне против депутата Севастопольского горсовета администрация президента приняла нашу сторону. И из высшего административного суда пришел ответ, что еще 26 октября вынесено определение о остановлении строительства до решения данного вопроса по существу. Но я напомню, что суд первой инстанции принял решение, что стройка не может проводиться по основаниям того, что нет согласования с Министерством культуры, с Херсонесским музеем, с отделом охраны культурного наследия Севастополя. Это суд первой инстанции. Суд второй инстанции разрешил строительство. И сейчас дело рассматривается в высшем суде. Но, тем не менее, несмотря на то, что это определение больше месяца находится в прокуратуре и в ГАСКе города Севастополя, оно должно находиться, хотя и тот и тот орган от нас это скрывает, нам стало известно, что определение ими получено. И на сегодняшний момент это определение высшего суда не исполняется. То есть неисполнение определения суда является преступлением. Субтитры создавал DimaTorzok